Всем привет, с вами Анна и у нас сегодня видео будет посвящено подаркам для мужчин. Многие девушки со мной согласятся, что выбрать подарок своему, ну и не только своему коллеге, например. В общем, мужчинам выбирать подарки достаточно тяжело. У них есть все, лишний шуруповерт или носки, согласитесь, это очень уже банально смешно. И мемов огромное количество насчет таких подарков, поэтому мы постарались в Икеа найти товары, которые можно собрать в пак и подарить дорогому и близкому мужчине. Давайте рассмотрим поподробнее, из чего состоит этот наш подарочный пак. Ну, кофе. Я не знаю мужчин, которые не любят кофе. Вот, может быть, это какие-то уникумы. Так что я решила остановить свое внимание на подарке именно кофейной темы. Не обязательно это должен быть мужской подарок. Просто так уж сложилось, что мужчины у нас любят крепкий кофе без сахара, и это достаточно брутальный напиток, особенно если добавить в него коньяка. Поэтому кофе. Кофе в Икеа продается как в зернах, так и молотый. Мы остановили свой выбор на молотом кофе, потому что в этом ролике мы будем его пробовать. Также в Икеа сейчас появились вот такие вот мерные ложечки кофейные, собочки их называют, и вот такой вот зажим для упаковки кофе, чтобы он не выдыхался. Тоже распакуем, посмотрим и посмотрим, как он лучше зажимает. И это у нас, по сути дела, я не знаю, как я его назвала. Так, это у нас кувшин и фильтр для заваривания кофе. То есть как раз-таки молотый кофе. Здесь есть фильтр. Наполняете, завариваете и получаете свежий кофе. Тоже рассмотрим, распакуем и рассмотрим. Итак, кофе. Основной у нас предмет нашего подарка, это будет как раз-таки кувшин для заваривания кофе. Он достаточно необычный, появился в Икеа не так давно. Называется он Хогмодик. Кувшин-фильтр для заваривания кофе. У нас здесь жаропрочное стекло, нержавеющая сталь и боросиликатное стекло. Высота у него 16 см на 0,6 литра он рассчитан. Давайте его распакуем. Это у нас как раз-таки фильтр. Назовем его просто хитичка. Такое вот. И сам непосредственно кувшин. Так, коробочка нам не нужна больше. Поставим ее вниз. Конструкция гениальная. То есть, по сути дела, мы сюда насыпаем кофе на определенный объем. Завариваем кипятком. Кипяток проходит. Кофе заваривается. Здесь мы получаем готовый напиток. Икеа предполагает, что сито это можно использовать без фильтра пакета. Сегодня мы как раз так и будем делать. И посмотрим. Потому что я все-таки предполагаю, что фильтр пакет здесь не помешал бы. Иначе сито достаточно быстро, мне кажется, придет в негодность. Сегодня попробуем и посмотрим. Итак, про сам кофе. Икеа говорит, что это у нас 100% арабика. На 500 грамм такой пакет рассчитан. Сейчас распакуем, посмотрим, понюхаем, заварим, попробуем. И совочек вместе с зажимом. Давайте мы его откроем, посмотрим. Ну такой, достаточно легенький, симпатичный. Дорого, богато, золотой, как я люблю, что золотое. И как раз таки сам зажим. Зажим вот не хочет. Сейчас откроем. Итак, совочек и зажимчик. Они у нас сделаны из нержавеющей стали, с таким золотым покрытием. Ну, черпачок, очень понятно, как работает. Такое маленькое, смешное. Так, а зажимчик у нас работает вот по такому принципу. То есть мы его раскручиваем, зажимаем кофе. Правда, он у нас сейчас полный не зажмется. То есть ставим и зажимаем. Ну, сейчас пробуем. Итак, давайте пробовать кофе. Итак, я споткнулась на том, что у этого совочка не показано, ну, то есть нет никакой меры. Даже на упаковке не написано, сколько он грамм. То есть, а как мне заварить одну кружку и сколько мне нужно насыпать, непонятно. Поэтому будем на глаз брать где-то половинку и насыпать. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте пробовать! Знаете, сейчас бы было смешно, если бы было как в кино, то, что у меня кружка пустая, а я делаю вид, что я пью. Но нет, актриса из меня фиговая, там кофе. И Икея нам не врет, то есть здесь стопроцентная арабика, вот этой вот кислинки, горчинки, рабусты в кофе нет. Единственное, что у меня скорее получилось американо, нежели эспрессо, потому что вот этот вот ковшик стоит брать целый, я взяла половинку, и вкус получился не такой насыщенный, как хотелось бы. За свою цену Икея продает, в принципе, достаточно качественный кофе, поэтому советую, берите. И как я обещала, давайте пробовать шоколадку Икея. Она есть во втором обзоре для женских подарков. Это молочный шоколад с брусникой. Сейчас мы его попробуем как раз таки. Ну, сладость, кислинка, брусники. Ягодки здесь, в принципе, натуральные, то есть, если вот прям посмотреть, они присутствуют. И он не приторный, этот шоколад. То есть нет вот этого вот зубосводящего эффекта. С кофе вполне себе не вкусно. Итак, мы с вами рассмотрели пак, Икеевский пак подарков для мужчин. На самом деле, не обязательно он должен быть для мужчины. Любительниц среди женщин, кофе тоже достаточно большое количество. Но так уж сложилось, что брутальный напиток больше подходит мужчинам. Что могу сказать? Итоговая цена такого подарка. Он, в принципе, достаточно бюджетный. Может быть, как коллеге, вашему начальнику, так и любимому мужчине на 23 февраля, например. Также напоминаю вам, что Ванда дома возит товары из каталога еды. Поэтому вы можете смело оформлять заказы на продукты питания от Икея. И еще, что касаемо кофе. У нас будет отдельный выпуск, который мы посвятим как раз таки дегустации всего кофе, который представлен в Икея, расскажем вам о своих впечатлениях, попробуем все это перемолоть, сварить. Оставайтесь с нами, ждите обзора кофе и всем добра!